Ну, на самом деле, я не знаю, как начинался этот сайт, потому что в самом начале я не участвовал, но я подключился достаточно скоро, познакомился в живом журнале с Романом Тараном, ну, так же, как в живом журнале познакомился с Антоном Прозоровым. И там, казалось, в начале очень интересная идея, что заниматься философией совместно, то есть писать общие тексты. И, собственно, весь функционал сайта был заточен на то, что каждый имел возможность, вот берется какая-то тема, каждый имел возможность заходить в эту тему, в какой-то текст и править его. И получалось так, что, в общем, со временем стало понятно, что разногласия философских вопросов настолько великие, что вот так вот общий текст писать невозможно. И, в общем-то, сайт превратился тогда в форм. То есть вот первая идея совместного философского творчества, написание общих текстов, она отпала, и появилась новая идея, да, как бы просто обсуждение каких-то важных вопросов. Мы тогда провели, кстати, достаточно быстро первое заседание философского штурма, очень очное, мы там со всеми другими познакомились. Это было на базе церкви, где Антон венчался. Как она называется церковь-то? Это подворье оптиной пустыни на набережной. Насколько я потом знаю, как бы Роман Таран стал гьяконом там в этой церкви, или с Лужкой, как бы, ну я вот точно его, как бы, я просто видел его в таком облачении, в таком золотистом фотографии увидел. То есть он, и в принципе он занимался, на самом деле, при этой церкви, что они делали какую-то утварь. Это там какие-то кокошники, что-то такое они шили. На этом был основан бизнес. Ну вот там состоялось первое заседание, и потом как-то мы очень много общались уже, собственно, на форуме. То есть там какие-то обсуждались темы, но все так бы достаточно было жидко, потому что люди там общались на нескольких форумах сразу, то есть на живом журнале, там, кто-то там еще, может быть, где-то там. И, собственно, философский штурм, как-то он не получался народ набрать, то есть не было людей. Люди появились позже, когда разгорелось, вот как-то так нашли тему ощупи, там, по поводу диалектики шкафа. Мне кажется, что, собственно, с этого момента на философский штурм повалило много народа. Диалектики шкафа? Да, я не знаю, почему так получилось. Ну, по крайней мере, мой первый комментарий на философском штурме был по диалектике шкафа. Да, и были острые споры, и очень много людей пришло, вот Александр Балдачук, очень много, и там было, достаточно стало живо и интересно. То есть там начали обсуждаться, в общем, такие актуальные вопросы, и вот, и тогда, вот, как мне кажется... По диалектике шкафа. Да, ну, да, говорю, идея тогда состояла в том, что это как бы и совместное философское творчество, но мы как бы возрождаем в каком-то смысле или там продолжаем дело вот философии в России. Мы хотели там создать... Мы, кстати, вот на первом этом семинаре обсуждали то, что мы хотели создать какое-то философское движение на базе нашего сайта, да, там как бы объединить все заинтересованных людей, ну, что-то типа там вот как феноменология, там является движением, там, или еще что-то такое. И там объединить там всех интересующих... Нам казалось, что мы можем потом в будущем организовать школу философскую, где будем преподавать, организовать журнал. Один номер этого журнала вышел. Так, с горем пополам, никто его не покупал. Я не знаю, наверное, весь стираж у Романа Тарана остался. Но это надо узнать. То есть, какие-то грандиозные планы были, на самом деле. Очень хорошо сделаны именно с точки зрения издательского искусства. Журналистского. Да, да, да. Но случилось так, что на этой диалектике шкафа мы погорели, потому что все с друг другом рассорились. То есть, Роман Таран... Да? Да, потому что он был одним из, так сказать, этих почитателей Лосева. И диалектика шкафа – это, собственно, как бы лосевское выражение. То есть, если он говорит, что диалектика есть во всем, вот, например, берем шкаф, вот, есть диалектика шкафа. То есть, единство и множественность. То есть, шкаф один, он у него есть двери, там... Ну, он сразу же ушел, да. После этого обсуждения... Я, на самом деле, часть вины беру на себя, потому что, может быть, я немножко там в каких-то местах слишком полемически там запали, там, общался. Ну, хотя старался сдерживаться, но как бы у меня есть такая вот... Это свойство, что я, бывает, перехожу грань какую-то, и, видимо, он обиделся, на самом деле. И он увидел, на самом деле, еще ряд людей, с которыми был знаком, которые начинали, там, я вот не помню его фамилию, у него ник такой, он там на фоне, там, лошади, что-то там, как бы, вот я точно ник не помню. Вот он еще такой, тоже был философ из Москвы. Причем, прям, преподаватель. Программист который, нет? Не программист, он тоже был преподаватель. Московский, там, он тоже был интересный, в принципе, тоже общались как-то с ним, вот как бы он ушел. И после этого, в общем-то, вот сайт, как бы, какое-то время еще бурлила-бурлила эта диалектика, а потом, как бы, замер. И, в общем, получилось так, что вот мы, вроде, объединились для того, чтобы философию в России делать, да, там, и делать ее не в каких-то там университетах, а делать ее настоящую, живую философию, дайте нам, вот мы сейчас придем, все сделаем. Получилось, что, как бы, все разрушилось, да, и я от этого дела тоже, как бы, отошел. И перехватил инициативу Игоря Данила, то есть, потому что, получалось так, что сайт висит, надо как-то им заниматься какие-то там, кого-то удалять, там, что-то делать с ним надо. Вот Игорь какой-то, чем я этим занимался. Ну, я почти никого не удалял, надо сказать, кому-то реклама находят, ребят. У меня было самое жесткое мере наказания, это бан на 15 минут. Да, и сайт вяло как-то так существовал. Высшее мере наказания. И, возможно, почувствовал. Нет, нет, видимо, действенное, то есть, видимо, как бы, теряется нить уже, вот и человек не может продолжить. А потом, как мне кажется, появилась вторая волна интереса к сайту. Я уж не знаю, с чем оно было связано. Может быть, там, вообще-то делать-то нечего, надо было что-то делать. И оно связано, как бы, с семинарами уже вот нашими, да, которые мы организуем на базе вот этого, теперь, Ютьюба. А тогда мы это семинары просто у Игоря на квартире брали в микрофон, ну или там, это у нас был диктофон тогда такой-такой позорный, да, там, и записывали. То есть мы и раньше собирались, в общем-то, это как бы вдруг решили, что почему бы вот и не превратить его, так сказать, в очное заседание философского штурма. Ну и потихоньку это все более-более технически оснащалось, переросло уже не просто в микрофон, а сначала в фотоаппарат, потом в камеру, потом в другую камеру, то есть, и вот... Причем, как бы, появились возможности в Ютьюб все выкладывать тут же, да, как бы, редактировать. Не резать по 15 минут. Да, и все это стало интересно, в общем-то, да, как бы, и мне кажется, это дало второй импульс сайту, да. Это можно, как бы, все вместе встретились, как бы, очным образом общаться проще, да, пока ты текст напишешь. Текст напишешь, конечно, там понятно, можно обдумать свою мысль. Нет, потому что на сайт это не повлияло никак. Может быть. Да, я тоже думаю, что канал на Ютьюбе своей жизнью живет, а сайт своей. Редкие-редкие ролики вызывают длинное обсуждение. То есть, где-то буквально, наверное, ну, процентов 10-15. Большинство роликов выкладывается, и только один-два комментария. Да, интересно, что обсуждение обычно свойств к обсуждению названия. То есть, народ этого дела не смотрит, а обсуждает он в основном название. Назови-ка вот каким-то образом, если это будет иметь даже никакого отношения. Да, еще обсуждение было связано в основном-то с тем, что, если я отвечал на свой ролик, то там оно пошло. А если, скажем, там Влад или Игорь не отвечали, появился один комментарий. И они отвечали, то, естественно, там и все заглохло. Кстати, я забыл еще упомянуть, что у нас еще был такой интересный момент, тоже, который был важен. Как раз связанный с Лантушковым. Когда он пришел, у него там какие-то такие высказывания были немного неаккуратные. И люди заподозрили, что администратор поддерживает фашизм. Там и народ решил, в общем, что это вот пасать и свали. Это было, да. Года полтора назад-два, тогда и свалил Борчиков. Он ушел, его не было несколько месяцев. Да, причем он поудалял, по-моему, все свои посты. Сергей был. Он вот поудалял все свои посты. Он, он, он поудалял. То есть это как бы серьезный был, то есть это фактически было заявление на то, что мы как бы вот неправда. Но потом вернулся. Там несколько удаляли все свое, но удаляли люди не очень как бы с точки зрения психически нормальные, то есть просто психовали и удаляли. А он принципиально так это все сделал. Но на самом деле мы, конечно же, никого специально не поддерживали. Он просто, если человек как бы не нарушает какие-то нормы, да, вот связанные с общением, то есть никого там не оскорбляет, то он имеет право сказывать любые взгляды, ну, естественно, держась, если он не призывает насилию прямому, ну, как бы это, в принципе, даже закон запрещает делать, то есть. И в чем-то как бы его взгляды, действительно, Нишанский взгляды, я не знаю, почему народ так, а на него именно конкретно ополчился. Но потом как бы все это схлынуло, лантушка все равно у нас на сайте присутствует, все теперь на него вроде как-то смирились. Но он появился и гораздо более корректно стал. Насколько я так заглядываю, иногда смотрю. Слишком провокационно вначале он начал, да, я согласен. Но потом он постепенно, ну, так сгладился постепенно. Ну, правильно, общаться же надо все-таки учитывать, что другие люди имеют какие-то свои другие взгляды. Но вот сейчас, на самом деле, я вот на сайте теперь, собственно, не присутствую. Как бы иногда захожу посмотреть, там бывают какие-то обсуждения, там у меня приходят просто на почту какие-то там вдруг такие, ссылки там. Много, я зайду, посмотрю, что там творится. Я даже, на самом деле, если честно, уже не знаю, там, вот, знаю из отборщиков, да, я помню, там, там, Горачева. Я посмотрел эту запись про шкаф и увидел, что все, кто там участвовал, все, кто участвовал, остались и сейчас. То есть большинство. Заключение Тарана. Что? Заключение Тарана. Таран уже, кажется, даже вот в этой записи ушел уже. Это была запись Булата про шкаф. Он там уже, я его уже не застал. То есть я, скажем, вживую, в комментариях никогда с ним не сталкивался. А появился я ровно через год после начала сайта, где-то в ноябре. Ну, он даже несколько месяцев просто сказал, что сайт бросает. И я посмотрел, Пермский там, Грачев, Дмитрий, кто-то еще, физик, Владимир физик. То есть все они там уже, то есть человек, наверное, 15-20, по ощущению, остались все 10 лет. Всего у нас было, сейчас я скажу. Какая-то статистика действительно важна. Да, да, я сегодня, вчера посмотрел, 2109 зарегистрированных пользователей. То есть это за все это время. Ну, большинство из них, вот-то просто по опыту так смотришь, зарегистрировались и даже не пробовали. Попробовали один раз? Надо сказать, что даже не пробовали. Вот. Не очень много. Не очень много. Ну, вообще, вообще, наверное, очень много. Если ходить, вот, посмотреть Фейсбук, ЖЖ, есть еще какие-то философские ресурсы были, которые сейчас все умерли. То есть все, которые вот за 10 лет возникали, они все умерли. Философский штурм только остался. То там везде одни тяжелиться. Везде. И поэтому 2000, это считая, вот выборка, я думаю, что философствующих непрофессионалов, вот столько и есть в России. Не больше. А активных, наверное, человек 200. То есть, ну, если вот взять сообщество Философия.ру ЖЖ, там 5000 подписчиков по максимуму за все время. Но можно представить, что это те, кто были в ЖЖ, случайно столкнулись и просто подписались. Потому что на философский штурм нужно специально пойти, где-то найти. То есть, это зарегистрироваться, это сложнее. То есть, поэтому среди 5000, которые на философе Руны в ЖЖ, который тоже умер, уже год-два как умер, полностью лежит. Вот. То 2000, это вот есть те, кто активно готовы зарегистрироваться. Вот. Значит, что у нас, сколько было? Первый, да, первая запись была 13 ноября 2006 года. Это первое заседание было тоже в шестом году. То есть, мы достаточно быстро, как бы, с ним познакомились по этому поводу. Да. Я вот даже подозреваю, я просто не очень уверен, что мы познакомились с ним до этого. А он потом у него был, он вынашивал план такой сайт создать. И как бы потом просто пригласил со временем. То есть, я думаю, даже так было. То есть, еще когда мы познакомились с Романом, по-моему, видимо, еще и не было сайта. Я сайт видел за полгода, наверное, раньше, чем появился. То есть, я в закладке себе поставил. Ну, в смысле, как? Я нашел его. То есть, и долго... Там у Романа Тарана какие-то свои вонные тексты, связанные с словом, с символом, как-то вот такие вот тексты были. Количество записей. 9500. Это всего за все время? За 10 лет. 9500 записей. Но из них, значит, большая доля это видео. 200 где-то философов записей, там, в библиотеке, книги, статьи. Ну, вот почему-то такое количество. Может быть, среди них есть удаленные. Я не проверял. То есть, это, как бы, по ID, сколько записей было сделано. То есть, скорее всего, меньше. Количество комментариев. Если взять объем этих записей, то это 144 мегабайта, по авторским листам 3600, это где-то 120 увесистых томов. Таких. 120 томов. А, в смысле, если взять сами. Если все записи, не без комментариев, вот если все записи собрать, то это... Ну, да, вот можно занять, наверное... Ну, вот верхние полки занять, наверное... Можно издать многотомник. Да, да, вот. Значит, комментарии. А, рекордсмен Дмитрий Косой по количеству записей 1400. Потому что он каждый день по 2-3 записи делает для себя. Я считаю, думаю, что ему просто удобно их там классифицировать, ссылаться. То есть, у нас мы сделали же ссылки запись на запись. То есть, если я делаю записи как ответ на другую, я даю ссылку на эту запись. Если кто-то может упомянуть запись, тоже может дать ссылку. Поэтому он постоянно на все свои записи делает ссылки, тегирует. То есть, наверное, он систематизирует. Просто для него это место, где можно... Как вы хотели, чтобы можно... Да, 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 можно хранить свои записи. То есть, если хранить у себя в Вордовских фазах, на порядок хуже. Действительно. То есть, ни ссылку дать, ни посмотреть, ни найти. Он, скорее всего, использует админ. Ну, под админом и Роман Таран работал, и Игорь, наверное, и потом я. Очень мало. Размещал. Нет, админ 788. Я под админом размещал. Да. Вот. И на следующем месте я на 480 записей. Потом... Какой большой разрыв-то. Ты можешь до первого месяца. А эти... То есть, косой просто каждый день по несколько размещать. Вот. Админы, естественно, там все админские есть. Вот. А у тебя было 266. Что-то тоже много. Вот. Потом Грачев 254, Игорь... То есть, это потому, что ты все в начале написал. Да, да. И Игорь 231. А, подожди, это же видео еще. Это за счет видео. Это за счет видео. Потому что, если размещается видео, скажем, твое, я ставлю, что... Ну, это была такая система в начале? Нет, админа ставлю. А от того, кто... Чтобы редактировать можно было записи. Да, да, да. Чтобы можно было комментарии написать свои. Вот, кстати, как Кафырин, он редко появляется, да. Он только какие-то свои перепосты делает. Тоже почти 119. Вот. А, вот из... Много сейчас Виталия Иванов. А Борчиков сколько интересного? Интересно. Борчиков сейчас... Он, по-моему, очень много писал. О, Борчиков, Борчиков, Борчиков. И Грачев. Грачев, да, на третьем, на четвертом месте там. Вот. А, Борчиков удалил уже все свои. Поскольку он удалил, поэтому он не попал в этот список. Да, он в этот список. И все они не смогли восстановить, да? Нет, там все. Да, да. Вот Грачев идет после Булата на 254. Вот. Да, нельзя. То есть, есть системы, то есть, действительно, которые... Ну, вот на этом движке нет... Ну, это некрасиво. Ну, то есть, в принципе, можно было бы делать бэкап. Вот. И руками восстанавливать. Вот. Но... Я потом, после того, как кто-то сделал такое, ввел специальный аккаунт. То есть, есть пользователи, админ. И есть там полубан такой. Полубан. То есть, человек может все размещать, но ему запрещено свое удалять. То есть, когда видно, что человек начинает нервничать, человек начинает там ругаться, и вот-вот что-то... Я его ставил полубан. Он сам этого не знает, но он не может удалить свою запись, чтобы он не удалял. А просто это некорректно удаляются все комментарии. Вся цепочка. Вся цепочка. И из поисков уходит, что тоже не очень хорошо. Значит, количество комментариев... На самом деле, наверное, где-то у меня какой-нибудь архив есть, и какие-то записи, наверное, можно оставить? Ну да, у меня тоже лежат какие-то промежуточные... Можно попытаться зайти, посмотреть. 200 тысяч комментариев за это время было сделано. Ух ты! Это какая-то цифра. Да, и 370 мегабайт, то есть это еще превышает два раза практически... А, более чем два раза превышает количество текста. Ну, естественно, там бывает у нас до 300 и 500 комментариев. Доген на первом месте среди комментариев 7 тысяч, Сергей Реборчиков тоже 7 тысяч. У меня 6-800, ну тоже где-то. Я, наверное, был бы на первом месте по объему комментариев. То есть по количеству. А отсюда взяли все свои записи? Вы говорите, так вот, как над книгой работали, что где-то там обсуждаете что-то, а потом это переносите в книгу. Ну, в принципе, где-то треть текста берется из обсуждений, да. То есть и отсюда тоже? И отсюда. Нет, ну отсюда из ЖЖ и из философского штурма это «Майфилософеру». Там 30 авторских листов, обработанных, то есть это книга, интернет-книга. Помните, разговор шел о том, что может быть еще сделать наш сайт как некой площадкой для работы? Нет, ну это, значит, история теперь следующая. Значит, вот с комментариями закончились. Сейчас там посмотрю, у меня последнее что-то было после комментариев. Нет. А, библиотеки. Значит, вот как раз через библиотеку перейдем к следующему этапу. Сайт. Значит, библиотеки 628 философов. То есть я всю Вику, Викопедию туда затолкал. И плюс, кто регистрируется, размещает книги тоже. 62 книги, 189 статей. Но это те, кто размещал свои статьи. В основном это книги. Часть я размещал, часть люди. И была идея, значит, что сделал действительно инструмент для работы. И сайт где-то 3 года назад, вот я взял у Игоря и переставил на новую версию движка и сделал. Что сделал? Делал библиотеку. То есть можно разместить книгу полнотекстную, можно разместить статью. И сделал цитаты, систему цитат, которые пользуюсь в основном только я. Тут еще Андреев, кажется, пытался пользоваться, но люди не пользуются, наверное, потому что толком не объяснено. Это значит, что можно, читая книгу, выделить фрагмент, появится менюшка, в которой можно нажать, создать цитату, обозвать ее как-то, и она сохранится к тебе в цитаты. И ссылкой на эту часть книги. То есть если я так пользуюсь, если я, там Гегелькант, у нас основные тексты есть, то есть если в споре возникает нужную цитату, то есть не просто скопировал туда, а берешь и задаешь цитату, помещаешь в комментарии, и там ссылка в комментарии на место в текст. То есть человек может кликнуть, а в тексте он кавычками выделен. То есть можно перейти и посмотреть, в какого и с какого места вырезана эта цитата. Также создал библиотеку философов, и если, скажем, пользователь пишет свой текст, какую-то заметку, пишет запись, можно вбить имя философа, несколько философов. И эта запись появится на странице философов. То есть если вы зайдете на Канте, на Гегеля, то вы сможете посмотреть записи, которые имеют отношение к этому философу. Это по тегам, да? Нет, не по тегам. То есть ты сразу же эту страницу вбиваешь себе на страницу. Это не система тегов. И твоя запись, посвященная Гегелю, будет отражена на странице Гегеля запись, посвященная Гегелю. И вот все, кто указал, что эта запись посвящена Гегелю, она там снизу... Старые записи я автоматом сделал. Если у кого-то в тегах был Гегель, я выловил и вставил его как ссылку на философа, на страницу. То есть это было сделано изначально. Было добавлено еще голосование. Голосование нужно сейчас убирать. Никто это не голосует за записи. Это немного странное. Это да. Потому что, естественно, любой философствующий другого философствующего поставит в минус. Потому что он не прав. Ну потому что он не прав. Я это запомнил... Что? Ну не любой любого все-таки. Друзья не поставят друг друга. Я думаю, что все-таки, если от чистого сердца, то любого. Да, потому что, ну если только есть, скажем так, если не философствующий человек, а просто любитель философии. Вот он ему нравится, вот этот философон может поставить ему лайк. Нет, ну Гегелю я лайк поставил. А в чистого сердца? Это я запомнил со студенческих лет. У нас в ДК связи была встреча с Тарковским. Выходит такой... Там шум, гамзали. Все, выходит какой-то мужик на микрофон настраивал. Потом еще какой-то мужик вышел в свитере. Стоит так, смотрит, смотрит, смотрит. Все колдят, колдят. Говорит, нет, я Тарковский. Вот, ну так, ну ладно. Так вот у Тарковского кто-то задал вопрос. Говорит, а как вы относитесь к творчеству там, ну, скажем, бандручка или кого-то? Кто посмотрел? А вы как думаете? Ну как я могу относиться к творчеству не своему? Он делает не так, как я. Ну как вы предлагаете? Я скажу, о, хорошо. Вот и все. Так же философия. Ну как, если он делает по-другому, то нужно убрать. Было добавлено, скажем, удобное средство такое, как блокнот, но мало кто пользуется, но пользуется. То есть, что ты можешь делать записи для себя, а они не публичные. Вот. То есть, это та запись, которая доступна только тебе. Ты можешь... Были сделаны, значит, избранные комментарии, избранные записи. То есть, это тоже очень удобно. Можно сохранить комментарии. То есть, если я комментирую, комментирую, вижу, о, комментарий, мне этот конец хорош, чтобы его не искать. Я нажму save. И у меня в списке комментариев, в своих, куча комментариев. Вы можете рассказывать то, что, может, люди и не знают. Да, что, может, люди и не знают. Хотя, как бы, в инструкции все написано, в инструкции описано. Скажи, что ты читаешь? Да, никто не читает. Я уже как не изгонялся с этой строкой философа. То есть, там написано, крупно написано, начинаете набирать фамилию философа. Ге появится, Гегель, вы его кликаете, вставляете. Если нужно второго философа, то, значит, добавить философа. Возникает второе поле, набираете там Ка, Кант появляется, набираете. Нет, все, значит, заново набирают по 3-4 с праздным написанием. Вот, и утро мое начинается, я открываю, смотрю, о, опять, ну, не так часто, да. Какой-то философ с тремя фамилиями, значит, я иду на эту страницу, удаляю это и ввожу спиноза, Кант, Гегель, чтобы все-таки было в порядке. Ну, это мало времени занимает, но... И крупно написано еще, если вы вводите нового философа себя, ну, напишите хоть страну, хоть имя, фамилию, потому что хоть что там, никто не делает. То есть, приходится заходить на страницу, разбивать имя, фамилию и указывать страну. Это минимальные данные для того, чтобы попасть в библиотеку. Ну, вот... Себя много, много людей себе... Разрешено только тем, кто вмещает статью. Вот, только статью. То есть, бывают люди себя... Если вбивают себя в запись, я удаляю, то есть, это не философ. Вот, если статья размещена в библиотеке, то, значит... Ну, и то бывают такие моменты, когда бывают ники вместо. Тоже я статью не признаю, не утверждаю, и пишу человеку, что не будет видеть фамилию нормальную человеческую, а с ником в библиотеке быть не может. По статье. Вот. Так что вот так сайт живет, работает. Народу прибавило где-то действительно год назад, но не за счет качества. Качество, конечно, сейчас такое... Банить приходится. Иногда обижаются, что поздно бан идет. Я говорю, ну, ребята, ну, пишите. Чтобы просматривать всех. Вот. Просматривать всех. Тут эпопея была интересна с Лебедевым. Игорь его несколько раз банил. Вот. Я его разбанил, и потом еще раз забанил. И я с ним воевал где-то недели две. Он каждый день регистрировался, 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 да. Но почему-то упорно, да, не менял почту. А бывает же такая штука, что если бан, то банят по почте. Что-то не сработало. Я его забанил по почте. Ну, все. Чего-то там я не стал возиться. Думаю, ладно. А вы вспомните, еще был один момент, когда наш сайт рухнул, как там, что-то там. Мы, я не помню, да. То ли я по поводу Кургиняна что-то не так. Да, 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 да. Это по поводу Кургиняна. И нам забросили вирус. И в результате, как бы, заблокировали сайт этих хостинг-гадателей. А, ну да, да. И вы так потом разбирались и ощущали. Да, 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 да. Там было что-то. В августе. Не в этом году. Это было давно. Когда Кургиняна расслучивали активно. Так было, да. А мертв такой, да? Поэтому нельзя трогать Кургиняна. Да. Ну, это мы связали. Может быть, это все не так. Ну, это явно было с этим связано. С чем еще-то? Ну, как-то так далее. Это был как раз и выбор нового президента. Все эти поиски вирусовы, если этот сайт заражен, типа там и там... Все очень по этому поводу переживали, по поводу выборов 12-го года. Если бы у нас Александра Балдачева не было, мы бы, наверное, сами не справились. Потому что у меня обознания, наверное, не хватило с этим. По поводу того, как там работать. Потеряли бы сайт. Но у нас был Александр Балдачев, и мы справились. Ну, что, по содержанию нужно теперь, чтобы внутри... Это история такая техническая. Хотелось бы просто какой-то итог подвести, может быть, каждый для себя расскажет, что он думал по поводу сайта. По поводу своей жизни. По поводу исходной идеи. То есть, несколько раз пытались возрождать борщиков, совместное творчество. Даже пытались открывать ветки там, где совместно. Но каждый раз это все загибалось. Борщиков предлагал многим несколько раз печатать у него в журнале. Вальманафил какой-то выпускал. Он помешан на совместном творчестве, на синтезе. Один раз была конфликтная ситуация с этим сборником. Он вдруг печатает, ребята, поздравляю. Я выпустил сборник, в котором участвуют 15 человек с сайта. Все говорят, о, хорошо, спасибо. Я так смотрю, у меня там где-то треть этого сборника моих текстов. Я говорю, Сережа, а как-то вот оповестить? А спросить, оповестить. А законы об авторских правах? Он говорит, а как? А что? Я говорю, ну, понимаешь, законы об авторских правах, что нельзя. То есть, может быть, там все хорошо. А может, там есть комментарии, которые, ну, просто я с дуру что-нибудь не то ляпнул, и это будет опечатано. И потом будут говорить, а вот в такой-то книжке Балдащев кто-то записал. И он потом как-то быстро это замял, и несколько раз потом где-то и сталкивался, он упоминал, что вот у меня в углу лежит сборник. Много людей ушло, да. И сначала кто был? Вот Крупкин был. Ну, как совсем от философии отошел. Ну, все-таки технически, наверное, закончили. Ну, там, да, истории. Можно просто углубляться в те какие-то там моменты, там, поворотные какие-то. Это классные. Так. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...